Что-то из каких-то вариантов. Мне некомфортно, я такое не люблю. Да, наконец-то. Да, подключаемся. Сейчас, блин, мне нужна барабанная дробь полноценная, то у нас есть аплодисменты, у нас есть бадунц, но у нас нет нужной... Ура, Станислав Александрович, на месте, наконец-то. Это надо было включать чуть-чуть раньше. Доброе утро. Да. Я как бы император Нерон. Мы тут голосуем, кот или собака, Достоевский или Толстой. Или можно еще Пастернак или Мандельштам. Ну еще чай и кофе, вы можете сюда добавить. Нет, я же сторонник диалектического снятия противоречия между такими понятиями. А вместо жесткого выбора, жесткой дихотомии, кот или собака, Достоевский или Толстой, тем более чай или кофе. Я поддерживаю всех сразу. Кофе с чаем, каково с чаем? В мета-России, куда мы идем, принципиальной разницы между котом или собакой не будет. Транс-транс-животнизм какой-то вы тут практикуете. Транс, кстати, вы знаете, что на этой неделе был создан прецедент. В Тюмени, в Тюменской области суд расторг принудительно брак. Поскольку муж сменил пол и стал женщиной, после чего последовало заявление, он в ЗАГСе это зарегистрировал, последовало заявление в прокуратуру и суд расторг брак автомат. Мне это кажется очень позитивным явлением, сразу по двум позициям. Во-первых, если вы хотите как-то отделаться от посты левшего супруга, а он не дает развода, очень просто, меняешь пол. Пол же не обязательно менять на самом деле, достаточно получить бумажку в ЗАГСе. А это так работает в ЗАГСе? Мне кажется, что в России это не та схема. А вы хотите сказать, что там как-то проверяют, вы приходите в ЗАГСе и вас заставляют доказать. Медицинские документы, конечно. Владимир Семенович Севысоцкий наложит себе полу под корсет, проверяй, какого пола твой сосед. Нет, проверить это невозможно, поскольку самопопытка проверить является сексуальным домогательством, уголовной статьей. Поэтому нет, придется проверить на слово. Ну там же потом можно поставить бутылочку водочки или небольшую сумму. А мне здесь в вашем предложении больше понравилась фраза «расторгают брак автоматом», это как чистить улицы от снега огнеметом. Да, я такое себе и представила. А автоматом Калашникова «расторгает брак» сейчас в Чироковарнер. Пошел воевать в Чироковарнер, погиб. Снять живет для прекращения брака. Для этого, собственно, устроена тоже спецоперация ЗОН, чтобы избавиться от опостылевших супругов, причем в обе стола. Ведь еще когда начиналась частичная могилизация в конце сентября, была отмечена масса звонков распуганных женщин о том, что куда-то исчезли их мужья под предлогом могилизации. То есть как будто бы отправились на фронтан, но на фронтах мужья не появлялись. Они просто бежали в другие города или в одиночестве, или другим женщинам. Поэтому спецоперация, конечно, затеяна для оздоровления семейной обстановки. Как и, собственно говоря, эпидемия COVID-19, когда выяснилось, когда люди были заперты в узких пространствах, тут-то прочные семьи все были проверены на прочность. И стало ясно, где настоящие чувства, а где нет настоящие. Можешь жить в условиях карантина, не настоящий не мог. Как и спецоперация, если тебе жена надоела, идешь на фронт, муж надоел, пишешь на него, сообщаешь о нем, он будет помад, его на фронт забирают. Видимо, Владимиру Владимировичу Путину тоже надоела уже жена, потому что он тоже у нас в прифронтовой зоне оказался, как выясняется, в Мариуполе. Нет, нет, Путин развелся с женой давно, он не женат. Поэтому еще сегодня поговорим, но я хотел бы с трансгендером все-таки закончить эту историю, потому что помимо того, что можно улучшить семейное положение, сменив пол, то ведь можно обратно поменять пол, правда? Можно, детранзишнинг. Да, но также можно избежать могилизации, не так ли? Берешь справку о том, что ты не мужчина, а женщина, все, потом, когда... Ой-ой-ой, вы же так уже шутили про Долгополова. Ну, так вообще... Повторяться нельзя, Стас Александрович. Слежу, слежу за шутками, чтобы каждая была новенькой такой. Нет, ну, знаете, это было про Долгополова, а то нет. Важные квалифицирующие признаки той же самой шутки. А это вовсе не про Долгополова, а про каждого конкретного россиянина. Сейчас ведь 400 тысяч россиян надо срочно собираться собрать на фронтах, в том числе с помощью секретного неопубликованного указа президента Путина о военных сборах. И вот здесь, мне кажется, запрос на смену пола в России будет огромен. Появятся сотни тысяч трансгендеров, они начнут бороться за свои права, и карательное дискомбинационное законодательство о запрете ЛГБТКВ плюс пропаганды будет отменено. Поэтому представьте, каким позитивным последствиям идет спецоперация ЗЭП. Невероятно. Теперь зато мы узнали, откуда вообще взялась эта борьба с геями и с трансгендерами, потому что боятся вот такого избегания мобилизации. Если все там геями и трансгендерами, кто воевать-то будет? Красовский хотел бы очень. Геи и трансгендеры активно востребованы в мирной жизни, особенно в близком окружении Владимира Владимировича Путина. И он поэтому воевать их не отпускает. А кто у нас трансгендер? Ну если про геев мы знаем. Ну, слушайте, стоит зайти в офис какой-нибудь госкорпорации крупной и так убедиться в том, что, ну, в трансгендерах я не уверен, но, так сказать, в определенных психосексуальных приоритетах современных элит убедиться очень легко. Станислав Александрович, Путин в Мариуполе или не в Мариуполе? Ну, сейчас, кажется, уже нет. Он в раю, как он сообщил. Что Мариуполь — это кусочек раисти. Вот он сообщил об этом тем сотрудникам ФСО, которых выдавали за жителей города Мариуполя. Может, они, может быть, ими и являются, правильно? Могли прописаться в Мариуполе, получить там полицейскую регистрацию, и тогда, опять же, противоречие между ФСОшником и жителем Мариуполя диалектически снимается. К тому же, видимо, сотрудников ФСО уже тоже не хватает. Кто-то ударился в бега, кто-то отправился на фронта, потому что, зайдя в эту трехкомнатную квартиру, Путин не стал заходить в комнаты, чтобы не приборить там людей. Знаешь, это было небезопасно. ФСОшников на комнаты не хватило. Только на кухню. Но Путин ясно сказал, что это кусочек рая, где он находится. И стало совершенно ясно уже, правда, как там мы попадем в рай, они просто сдохли. Ух ты, слушайте. А, кстати, рай же, это еще Саратов. Саратов такой специальный хэштег у нас саратовских. Саратов рай. Может быть, Путин в Саратов попадет? Да нет, нет, может быть, он уже и был в Саратове, а не в Мариуполе. Президенты после смерти попадают в Саратов? О, Боже. У нас продолжается рубрика «Трэш-новости». Ставьте все лайки, подписывайтесь, делайте репосты. А про ГАГу поговорим немного, а то подписчики требуют перейти к серьезным темам. А про Мариуполь все? Мы так просто обшутили его. Мы не будем политического значения поездки. Трэш-новости трансгендеров, взрыв, бомб смены пола в Российской Федерации. Ну, зачем нужен визит сейчас именно в Мариуполь? Многие трактуют это как ответ на ордер международного головного суда, но не я это так трактурую. Потому что, понимаете, такие визиты готовятся сильно заранее. Проводятся огромные зачистки, разгоняют людей, наводняют все ФСОшниками, перекрывают небо, землю, водное пространство, что угодно. А главное, получают гарантии безопасности от американских партнеров. Не все же Крымлю гарантировать безопасность Джозефа Байдена во время визита в Киев. Наоборот же тоже. Поэтому это не могло быть сделано за пару, за один день. Нет, это совпадено просто в одни годовщины аннексии Крыма. Нужно было показать, что РФ собирается, в общем, оборонять и Крым, и другие аннексированные территории. Потому что в этом уже начали возникать сомнения. Крыму там возводятся оборонительные линии, фортификационные сооружения. Мощно все готовятся к наступлению украинской армии уже в ближайшие месяцы. Нет боевой полной уверенности в том, что удастся российским войскам это отстоять. Поэтому глава Крыма Сергея Аксенов предложил уже Евгению Пригожину создать там главную базу ЧВК Варнар. Кстати, господин Аксенов тоже тут мощно вторгся в сексуальную сферу на прошлой неделе. И заявил о том, что дословно он сказал так. Нужно ввести уголовную ответственность за невставание под российский гимн. Это шаман «Встанем» песня должна стать гимном. Нет, все становится понятно. Видимо, этот российский гимн должен быть огромным эротическим потенциалом, особенно для мужчин. Как и песня «Шамана встанем». Если не встает, это уголовная ответственность. Я согласен, что это очень отборовит сексуальную сферу. В связи с тем, что Виагру в Россию перестали поставлять из-за санкций, альтернативой ей становится гимн Российской Федерации авторства Сергея Владимировича Михалкова. Давно был его день рождения. Здесь еще многие вспомнили шутку, что в архиве Сергея Владимировича после его кончины нашли 117 вариантов текста российского гимна, в том числе 15 вариантов на случай победы Гитлера в Великой Отечественной войне. Типа «Россия, арийская наша держава» и какой-нибудь обнимет. Повышает полет. Прекрасно. Еще помимо тех аспектов про песни Шаманов, о которых вы говорите, еще есть одна новость, которая в эту же сферу попадает. Это увеличение импорта сексуальных игрушек. Растет количество импорта сексуальных игрушек, в том числе фалламитаторов. То есть у нас взаимообратный процесс происходит, отток мужского населения огромный. Люди, с одной стороны, все встанут трансгендерами сотни тысяч мужчин, чтобы не попасть куда не надо. Потом остальных посадят за то, что не встает под гимна Сергея Владимировича Михалкова. Просто остается делать, как фалламитаторы. Вот он, матриархат, о котором мечтает Станислав Белковский. Дамы и... Нет, я не мечтаю, потому что он уже фактически в России существует под видом патриархата, правда. Поэтому он называется инверсный патриархат. Но здесь, конечно, вы, так сказать, поэтому фалламитатор действительно выше каких-то символов на гербе Российской Федерации все же кричащей не хватает, согласитесь. И по мере расширения границ Российской Федерации, о которой он так любит говорить Вадим Иванович Кусин, там фалламитатор как символ второй армии мира. В лапу орлу? Куда еще в орлу? Нет, причем орло должен отрастить третью лапу. Это должен быть гибрид. Орел с тремя лапами. Это ужасно. Фалламитатор с чем-то написано на Берлин. Вообще фраза на Берлин звучит вдвойне пикантно, потому что министр юстиции ФРГ только что обещал арестовать Вадим Ивановича, по мере похода его прибытия в Германии. Поэтому на Берлин сейчас самое оно. Про ордер давайте поговорим. Все серьезно, собрались. Про ордер. Какие реальные последствия будут политически у этого ордера на арест Путина? Будет закручивание гаек самой Российской Федерации. Не хочу вас расстраивать. Но это так, поскольку других... Бомбить Воронеж — это универсальный, идеальный ответ. На это, во-первых, нужно, чтобы как можно меньше людей узнали про этот ордер. Для чего нужно еще запретить какие-нибудь сайты, социальные сети. Да все же уже знают. Да, уже там все Захаровые по 800 раз уже все высказались за чем-то очень быстро. Нужно ввести уголовную ответственность за признание факта, что выдан ордер на арест Путина. Если ты считаешь, что выдан ордер на арест Путина, получи 5 лет. Ну или, в крайнем случае, штраф. Вы знаете, что депутат Самарской областной думы... Вот почему-то, к стыду, я забыл сейчас его фамилию, приношу ему и всем его избирателям извинения, которые слабшой на ушах. Да. В плане президента Федерального собрания получил штраф 150 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. Как он дискредитировал этот слабшой на ушах, это другой вопрос. Ну, действительно, вот упомянул о бордере штраф, там 500 тысяч рублей. Все, конечно. Он, наверное, говорит о том, что не хватает там еды на фронте, там не хватает пайка, там нет. Вот он здесь говорит, ну шах у меня висит. Ну, висит. Там не хватает не только пайка, постоянно уже в патриотических телеграм-каналах пишут о том, что у бойцов нет касок, например, и собираются деньги на каски и так далее. То есть, куда все-таки деваются средства федерального бюджета, это непоколебимые визированные, непонятно. Ну, бойцов очень жалко, но, конечно, не так жалко, как Михаила Маратовича Фридмана, потому что борьба российских оппозиционеров за снятие его и его партнеров по Альфа-группе санкцией была такой сентиментальной и нежной, что мне захотелось объявить сбору денег в его поддержку. Да вы что? А я хотела вам это предъявить, кстати. Человек страдает за всех абсолютно, понимаете? Кстати, я не знаю, наверное, российские оппозиционеры любят общаться с такими красивыми молодыми женщинами, как вы, дорогие коллеги. Поэтому, может, вы передадите, через вас мне будет легче им передать. Тут есть еще проблемы у русских людей. Вот требуют сейчас, когда с кредитными карточками третьих стран приходишь куда-нибудь, а тебя требуют подтверждения резиденции в этой третьей стране, которого у тебя чаще всего нет. Или вот Соединенные Штаты Америки начали депортировать недорогих россиян, которые ищут там убежище от могилизации. Вот, может быть, поскольку на фоне этого скандала вокруг акционеров Альфа-групп стало ясно, что российская оппозиция имеет огромное влияние на Западе, ну, по ее собственному мнению. И, в общем, ну, может, какой-нибудь представитель российской оппозиции, я думаю, что вообще второй тур будет дошли, двух туров из тем выборов президента США, но в первом туре, мне кажется, столкнутся Венедиктов и Волков в 2024 году. Потому что Байден окончательно впадет в деменцию, а Прампа посадят. И на этом фоне российские оппозиционеры должны будут заткнуть брешь, и они будут призваны американским народом к служению. Так вот, используя это огромное влияние, можно ли как-то повлиять, чтобы не депортировали наших грецов от могилизации или что-нибудь такое, и отвязаться, наконец, от бедных несчастных олигархов, пока для них с методами хаудфандинга будут собираться деньги на поддержание их уровня жизнедеятельности на определенном уровне. Можно я вам новость зачитаю? По-моему, это прекрасно. Увидел сейчас на осторожной новости. В Петербурге житель донес на музей Ирарта из-за картины с «Медведем» посетитель счел, что это дискредитация России президента и СВО на картине «Медведь». Я знаю, обо картине речь. Его ведет на цепи по болоту президент Владимир Путин. Маскировочная сетка, каска с краской. Это кровь и отсылка к проведению военной операции. Ну, мне кажется, это только начало большого пути, потому что недавно появился голливудский хит «Кокаиновый медведь». Медведь под кокаином совершает определенные действия. Я очень люблю эту формулировку «запрет на совершение определенных действий», которую русский человек любит налагать на себя сам без всякого решения суда. Поэтому в значительности состоит психологическая проблема русского коллективного сознательного. Ясно, что «Кокаиновый медведь» — это метафора спецоперации «З» и прямой выпад в отношении ее целей и задач. Намекается на то, что всякое такое может быть сделано только под воздействием определенных субстанций. То, что учение «Русский медведь» в Европе начинает 24 февраля 2022 года. А картина, это, кстати, такая очень эротизированная. Картина, кстати, которая отсылает у нас эту новость, она очень эротизированная. Там Владимир Путин в его знаменитом альфа-самьем обличье, когда он голый-голый был, на медведек там, да? Он на медведе катался? По-моему, он на медведе. Он ездил или это фотошопал? Я всю жизнь думала, что он реально катался на медведе где-то там по речке горной на Камчатке. Подумала я. Так я верила в это. Меня оболванила пропаганда. Но я с детства помню этот образ как вот такой классический, экономический. Поэтому запыки у нас осажают. И вот меня на цепи теперь ведут вместе с моей стороной, потому что меня так оболванили в свое время. Нет, ну, видите, какой сегодня знаменательный день. 19 марта вы узнали, что... Путин не катался на медведя. Нет, но Путин с медведем же особое отношение, о котором рассказывал Алексей Геннадьевич Дюмин, его бывший доверенный охранник, а счет губернатора Тульской области. Это вы помните или нет? Потому что это я тоже повторяюсь. Я тоже рассказывал, что медведь пришел в гости по 19-й. Да, да, да. На Дальнем Востоке. И Дюмин просто отговорил медведя. Ну, потом выйдет, потому что медведь тоже сотрудник ФСО, и отговорить его было несложно. Поскольку вообще, мне кажется, и все животные резиденции, где Путин находится, или на расстоянии, там, нескольких километров от него, растения также, безусловно, причислены к ФСО, они прекрасно знают, что можно, а чего нельзя. Возвращаясь к теме с санкциями, да, вот к этой бурной опять дискуссии. Увидел вас, Теслав Александрович, в вашем замечательном YouTube-канале. Всех призываю подписываться на YouTube-канал Белковский. Есть у нас он в описании. Вот такой маленький шорт про то, где вы говорите, значит, обращаетесь к людям, что, мол, не надо сетовать, что солигархов просят снять санкции, потому что им сложнее. Ну, в смысле, им сложнее. Почему мы должны какое-то видеть письмо Ходорковского в адрес Тинькова, а не в адрес нас, дорогих, или, вернее, как вы говорите, недорогих россиян? Это же обидно. Это несправедливо. Ну, Тиньков, кстати, из всех этих перечисленных людей, наименьшей степени может быть перечисленным олигархам, я где-то ему по своему сочувствию, он же попал там под британские санкции не в связь со спецоперацией ЗЭТ, а таким своим личным делам. Но это мы только что обсудили, действительно, проблем полно. Я же не буду сейчас повторяться про как депортируют из США. Ну, да. Но почему мы в первую очередь говорим об олигархах? Почему в первую очередь появляются письма, сливаются, которые в поддержку вот этих наших сомнительных, да, олигархов руководства Альфа-банка? Почему про Тинькова говорят? То есть, окей, он заслуживает, допустим, снятие санкций. Почему про него публично политики впрягаются, а вот за меня, за нас нет, за людей, которых депортируют нет? Вот объясните мне эту логику. Вы же не попали под санкции, у вас образ жизни почти не изменился с момента начала спецоперации. Ну, как это так? Как так? Выглядит его с каждым днем все лучше. Зачем за вас вступаться, я не понимаю. А вот Михаил Маратович Фридман просто сблиднулся. Чахнет. Над златом? Так, вы сказали, альфа-самец. Вот так, кстати, можно называться как человеческая ферма. В составе холдинга «Альфа-групп». И как водка Путинка, так и ферма «Альфа-самец» может иметь логотип, слегка напоминающий российскую. Альфачка, альфачка, можно. Теперь, в связи с трансгендерностью, чтобы это была женщина, не подлежащая мобилизации. Говоря о бордере, почему-то все говорят про Владимира Путина, и все как-то изымают из оборота Марию Львову Белову. А между тем, она же, ну, у него охрана. А как ей будут обеспечивать то, что она не попадет под эти санкции трибунала международного? Ну как, ее же не будут выкрадывать на российской территории, хотя бы потому, что ее невозможно узнать. Она плохо, его внешность не столь узнаваема. Что? Она просто не поедет в те страны, которые предполагают в юрисдикцию международного уголовного суда. А Владимира Путина, я бы сейчас все-таки принял дополнительные меры по обеспечению, или, как говорил писатель Михаилович Виллер, по обеспечиванию его безопасности. Во-первых, простейший способ нужно возбудить в России уголовное дело в отношении президента Путина по статье 3053 Уголовного кодекса. Это развязывание агрессивной войны. Поэтому, если Путин оказывается где-то за границей, его там арестовывают для доставки в Гаагу, то немедленно агент прокуратуры требует его экстрадиции. В Российской Федерации его экстрадируют, и все сразу становится хорошо. Но не всех же стран экстрадируют по запросу России? Не всех, но здесь в данном случае все страны, которые не признают юрисдикцию суда, включая США, Китай, Индию, Израиль, и, уверен, в едином лоббистском порыве сплотятся и добьются репатриации, а точнее даже депортации Владимира Владимировича. Кроме того, теперь становится понятно, почему Путин развелся с супругой и ни на ком больше не женился уже в этом году исполнится 10 лет. Потому что конечный выход это уехать в Израиль, который тоже не признает юрисдикцией Международного уголовного суда, чтобы там точно скрыться от этого преследования. Для этого надо жениться на еврейке. Лиза, есть варианты. Да-да-да. Конечно, Владимир Владимирович может обнаружить и сам еврейские корни, но это будет уже перебор. Да, он может принять ги-юр, сделать обрезание. Я думаю, он просто однолюб и волк-одиночка, который вот все, только одна самка может быть в жизни. Инста-самка. Нет, но он женат на России, как он заявлял. Ну, по такому случаю, поскольку Россия может сделать операцию по перемене пола в этот момент, в общем порыве, и тогда уже у Владимира ничего не остается сделать, как признать свой брак с Российской Федерацией автоматически расторгнутым и объявить себя евреем. Тем более, Кремль давно говорит о том, что русские – это современные евреи. Время холокоста, после чего еврейский конгресс его просил писать «Холокост» в большую букву, чтобы не перепутать, о каком именно холокосте идет речь. О том, который был в 20 веке, как уникальное событие в мировой истории, или о том, которое происходит сейчас. Кстати, я с большой ревностью отношусь к развитию карьеры Сергея Викторовича Лаврова, который все больше превращается в классика жанра сетдаун-шоу моего, придуманного вновь, потому что только ему появиться на каком-нибудь международной конференции, зал начинает хохотать. Мне этого далеко, поэтому я просто в порядке шефской помощи, я, может быть, чуть моложе по возрасту, но точно у меня больше опыт сетдаунера, могу, я предлагаю бренд Лаврова, ему нужно вот первый три буквы сделать «Лавсмерт», «Лавров». Вот это и должно быть назвать его шоу. Прекрасно. А для своего канала «Белковский», на который я предлагаю всех подписываться, где выходят уникальные культовые проекты «Время Белковского» и «Спокойной ночи, малыши», я придумал слоган «Make love, not war». Да, а «ров» и «вор» это в обратную сторону, это не анаграмма, но да, когда ты в обратную сторону читаешь, у тебя получает слово «война», если прочитать справа-налево последние буквы имени Лаврова. Смотрите, возвращаясь к ордеру, да, Путина, сбили бы меня своими шуточками, Станислав Александрович, откровенно говоря, и продолжается делать. Как предприятие американского дрона. Так вот, и есть версия, что это специально так сделано было превентивно перед визитом господина Си в Россию. Вот вы считаете, это связанные вещи? Если да, то как это повлияет на вот этот визит, который у нас совсем скоро состоится? Во-первых, как мы знаем, дрон сбили для того, чтобы заполучить технологии его производства совместно с Ираном на новом заводе дронов в Елабуге, в Татарстане. Это была первая версия. Поэтому там искали активно его обломки с помощью какого-то корабля 2013 года выпуска. Находящего в составе Черноморского флота. Такой надежный. Если он не утонул за предыдущие 110 лет, то еще до конца достижение цели спецоперации «З» точно продержится. На переправе такие корабли не меняют, как известно. Но в преддверии визита председателя СИ в Москва как всегда показывает, что надо о чем-то поговорить в конечном счете с Америкой. Потому что передавать полностью полномочия и диалога с Америкой от имени Кремля председателю президент Путин тоже не хочет. Он не хочет быть полным заложником Китая. И он сейчас в этом смысле находится в сложной ситуации. Еще с своим несчастным этим ордером, еще пока он не женился на Еврике, это ослабляет его позиции в переговоре с СИ. Теперь снизу ходит все больше и больше к уважаемому российскому партнеру. И поэтому это не может, поскольку Путин стремится в конечном счете к тому, чтобы все проблемы решать самому, он оказывается психологически все более и более сложной ситуацией. Не для того он бежал из западного мира, чтобы оказаться в прочных желтых объятиях великого юго-восточного соседа. У меня, кстати, есть решение для Путина. В Израиле не обязательно жениться на еврейке, можно жениться на евреи, потому что они признают все браки, которые заключены за границей. Они абсолютно ЛГБТ-френдли в этом смысле. Ты можешь быть замужем за евреем. Владимир Владимирович А как это сочетается с религиозными новыми? А там светское государство официально. Нет. Поэтому, пожалуйста, и Фридман тут вам под боком, и Абрамович тут вам тоже может услужить. Во-первых, они все женаты, а во-вторых, вы забыли, что расторжение брака Путина с Россией именно будет проведено под предлогом смены ей пола. А если он будет допускать возможность, так сказать, жениться на партнере своего собственного пола, тогда как разводить его с Россией? Нет-нет, тут не доработанный, все-таки жениться он должен будет все. Кстати, вы знаете, что сформулированной версией уже вбросил информационное пространство выдающийся политолог Сергей Александрович Марков о том, что ордер Международного уголовного суда в ГАГе является местью Путина со стороны лобби педофилов. Да, видели. Да, да, конечно. Вот это, кстати, есть в Телеграм-канале Белковский, тоже призываю на него подписываться, как и на Ютуб-канал, что прокурор Международного уголовного суда, который затеялся, заварился эту кашу, он родной брат от британского депутата педофила, который по этому поводу был досрочно выпущен из британской тюрьмы. А педофилы пустят Путина за то, что Путин пристроил украинских детей в надежные руки, предварительно ликвидировав их. Изъяв их, да, из педофильской сети. Ну, нет, не изъяв, а просто, ну, знаете, такая пошловатоя шутка, чем отличаются педофилы от педагогов, педофилы действительно любят детей. Вот педофилы очень озаботились тем, что, так сказать, да, как же так, украинские дети были защищены Владимиром Владимировичем Путином, а в путинской терминологии защитить, это часто означает уничтожить. Защитим Донбасс или защитим права человека, просто избавимся от них и тем самым защитим. Поэтому, да, тут скандал еще с педофильской подоплекой будет нарастать. К тому же сейчас готовятся какие-то законодательные поправки о том, что можно основанием для изъятия детей из семей, то есть прекращение родительских прав, крат на рыв, является неправильной позицией по поводу спецоперации Z. Это, кажется, законодательное собрание Татарстана подготовило такие поправки, да, если, в общем, потому что детей нужно дать возможность детям выбирать себе родителей. Тех, которые идеологически выдержаны, а если такой возможности нет, то там в детском доме ребенку прекрасно объяснят, чем хороша донсификация и демилитаризация Украины. Сергей Марков, кстати, автор еще прекрасного перевода, он же, по-моему, переводчик, да, или он филолог, бар «Андердог» он перевел как «Под собакой». «Андердог» «Под собакой». Это тоже к нашей теме про ксеногендеры, жениться на России и вот «Под собакой» тоже. Как это пришло ему в голову, мне совершенно непонятно. Ну, в смысле, понятно, «Андердог». Что непонятного-то? В принципе, да, логично. Политика пишет про Китай, что Китай, оказывается, поставляет России, теперь уже подтверждено летальное оружие, до этого они говорили, неучтенная военная техника, теперь вот ружья, ружья поставляют в Россию. А что же господин Сито, как же так вообще допустил он, что... Нет, про правду указывалось, ну, там, не только оружие, но и боеприпасы, и указывалось, что неизвестно, поставляет ли их Китай. Напомню, памятник неизвестному солдату Рубиновичу, почему неизвестному, потому что неизвестный был ли Рубинович солдат. Они поставляют через Корейскую народно-демократическую республику, и тогда формальный Китай ни при чем. Хотя ясно, что без его санкций это произойти не могло, и для этого, видимо, несколько месяцев назад туда летал Дмитрий Анатольевич Медведев, эту санкцию получать как глава правящей партии в другом главе правящей партии. Но Соединенные Штаты все больше и больше обращают внимание к Китаю, что слишком впрягаться за Владимира Путина не надо. Для этого есть государство Израиль, где Владимир Путин окажется в случае чего. Давайте закончим на позитивной ноте. Хотя давайте не будем на этой позитивной ноте заканчивать. Давайте коротко, прямо у нас пару минут. На позитивной ноте, кстати, у нас это СИ, потому что с его визитом мы связаны, так сказать, надежды на прекращение невойны в Европе. У нас есть еще один потенциальный арестант, только бывший президент, это Дональд Трамп. Что вы думаете, почему вдруг такая информация стала возникать? Информация-то стала возникать, потому что действительно Трамп опасается задержания, поэтому у нас несколько уголовных дел последний из них это о том, что он прихарманил якобы подарки ценные, которые ему дарили всякие арабские шейхи на многие тысячи долларов. Американский президент должен быть скромен, но любой подарок ценой выше, по-моему, 415 долларов должен сдать в казну. Но, конечно, американское глубинное государство и значительная часть республиканской партии очень хотят, чтобы Трамп не баллотировался в 2024 году. Это реально, вы думаете? Да, поэтому пусть даже в тюрьму он не сядет, но уголовные преследования не могут ему помешать баллотироваться, несмотря на мощную поддержку страны Илона Маска, который сегодня заявил, что задержание Трампа резко повысит шансы последнего на победу в общенациональном масштабе. Впрочем, Маск заботится не столько о Трампе, сколько об избирателях республиканского нейтрального свойства, которые основатели компании Тесла хочут замкнуть снова строго на себя. И о политических амбициях я не сомневаюсь, поэтому вот кто опасен весьма для господ Венедиктова и Волкова. Они, наверное, думают, что они будут баллотироваться только вдвоем, президент США, а тут еще из-за кулисы выходит Илон Маск. И он сломать его будет не так просто. Это будет славная битва. А Десантис, он же тоже такой яркий игрок, который, наверное, будет тем самым кандидатом, если будет все-таки уголовное дело доведено до конца на Трампа. Если все-таки Алексей Ильич, Венедиктова и Волкова не пойдут на выборы в этот раз, а отложат на 4 года, то, конечно, столкновение Байдена с Десантисом это будет эксенциальный спор о том, существует ли старость. При том, кстати, они оба католики, про Байдена ирландского, а Десантис итальянского происхождения. Но это будет битва двух католических претендентов, что для меня, как христианина, чрезвычайно отраданно и приятно. Я, конечно, кому я буду симпатизировать больше, покажет время и итоги не войны, столь зависимы от исхода оптимистичной ноты Си. Последний. А вы в Российскую Федерацию эти дни. Спасибо большое, Станислав Белковский в эфире «Утреннего разворота». Лиза Алисон. Лиза Аникина. Прощаемся с вами. Всем хорошего дня и до встречи через две недели. Спасибо большое.